Друзья, товарищи, всем привет! Новый ролик на нашем канале про старый тепловоз, созданный по прямому указанию Сталина и имевший в своей конструкции такие же прямые американские корни. Уже восьмая модель локомотива от компании Мадимео, которым она собралась порадовать всех любителей железнодорожной истории. Мадимео – это просто какие-то дискотечные кудесники. Что не модель, то уважаемый аппарат, который известен широкой публике. Как дорога с работы по пути в гастроном. Вот вам хит парадлоков от Мадимео. ВЛ-60К, ЧМЭ-3, ЧС-4Т, УВ, ТЭП-10, ВЛ-22М, ТЭП-60… Но восьмой номер оказался необычным. Можно было бы предположить какой-нибудь ВЛ-23 или ЧМО-2, но нет. Ребята решили создать малоизвестную среди неспециалистов модель – тепловоз Т1. Не путайте с ТЭП-1. Его-то мы и должны сегодня осмотреть и оценить. Все модели рождаются в специальных коробочках. Типа такой. Тарам! Тарам! И вот она, эта коробочка, в которой, по легенде, и должен находиться тепловоз серии Т1. Мадимео – наши поезда. Откупорим кубышку! И нифига себе! Т1 и журнал. Вот он, смотрите, какой. В лучах заходящего солнца. Наши поезда Мадимео. Давайте скорее откупим вот эту кубышку. И уже посмотрим на машину без всяких препятствий. Прошло совсем немного времени. И вот, что у нас получилось. Печатная продукция. Наша поезда – тепловоз Т1 номер 8. И сам гвоздь программы. Гвоздь программы – тепловоз. И вот первый осмотр модели в лучах заходящего солнца. Пока без комментариев. Ну как вам, народ? По-моему, просто великолепно. От локомотива к локомотиву Мадимео продолжает совершенствовать свои модели. Тем не менее, по традиции, давайте сначала начнем обзор с журнала. А потом уже перейдем непосредственно к этой модели. А вот и сам журнал. Номер 8. Наши поезда. Серия Т1. Издательский дом Мадимео. Картинка. В принципе, вообще классно. Только непонятно, что за вагоны грузовые он тянет. Но мы вангуем, что на развороте будет постер с продолжением. И мы сможем узнать, какие вагоны тянет этот тепловоз. Как обычно, три раздела. Начало серии. Трудовой почин первенца. Толстой и былое вокзальное зодчество. Это музей в Москве на Рижском вокзале. Точно 2007 год. Уже история. Вот тепловоз со стороны заднего капота. Начало серии. Но это уже Питер. Тепловоз ДА в музее железной дорог Питера. Да, это прототип нашего героя. Сегодняшнего тепловоза Т1. Прототипом нашего героя является американский тепловоз ДА. Дизельный завода Алка. Серия, поставляемая в Союз по Ленд-Лизу в сороковые годы. Всего США поставили в СССР 68 машин. Хотели 70, но две уронили при перевозке через Атлантику. Тепловозы утонули и сейчас лежат на океанском дне. В кабинах оборудовали себе жилища рыбы, крабы и различные морские гады. Наверное, они играют в машинистов и стрелочников. Вот он, R22-38. И вот Т1-20. Смотри-ка, даже огнетушитель стоит. А я не помню, чтобы он там был. Копированная, но отечественная машина. Фотка какая редкая, смотрите. Вот такая огромная звезда была тогда, видите. С барельефом товарища Сталина. Год создания, скорость, мощность, технические характеристики. А вот интересная картинка. Надо же, смогли найти Алексей Ульфов. О, вот он сфоткал кабину тепловоза Т1. Пульт как на американских машинах. И что интересно, видите панель приборов. А на ней сверху установлен контроллер машиниста. Вот такие вытяжные выключатели, как на тепловозах Ту-2 и тому подобного. Кран машиниста также с левой стороны. Вот отдельный манометр. О, разворот. Это пока в сторону. Вау, красотища какая. Даже он, птичка, летит. Видите, она прилетела. Смотрите, тепловоз. А, это был, значит, полувагон. А тут крытые пошли. Причем, какой-то он худосочный крытый. А это нормальные. Но они все с деревянной обшивкой. Ну вот, такая прекрасная картинка. Мадимиво Т1. Жалко, не написано, какой это номер тепловоза. Трудовой почин первенца Т1-20145. Интересная деталь, тогда на тепловозах обозначение было вот таким, через два дефиса. После первого дефиса, получается, писалось число нагрузка от оси на рельсы, а потом уже порядковый номер тепловоза. Первый Т1 был выпущен в 1947 году на Харьковском тепловозостроительном заводе. Всего умельцы построили 300 машин, включая такую экзотику, как Т5, если очень холодно. И даже Т1Г с газогенераторной секцией, которая работала на антраците. Не хватает газовой спины. Прозвище Т1Т-шка изредка называли русский американец из его истории создания на основе американского тепловоза ДА. Вот тоже, видать, редкая фотка. 60-е годы в депо Москва сортировочная. И вот толстое былое вокзальное изотчество. Тоже, похоже, редкая фотография. А здесь заметка Алексея Вольфова. Немножко вангуем. Точно Алексей Вольфов. Московско-Курская. Вот, смотрите, какая картинка. Немножко реклама. Наши автобусы. Тоже прекрасная серия от Мадимеева. В гости к прошлому. Фига себе. Детский кинотеатр. Колобок. Я даже не слышал протофель. И спойлер следующего локомотива. Да, как мы и ожидали. Следующим в номере 9 выйдет просто мега супер легендарный ЧС-4. И надеюсь, им будет в таком окрасе. Не чисто малиновый, а немножко разных оттенков. Собери всю коллекцию. 50 ежемесячных выпусков. История наших дорог. Масштаб. Правильный масштаб. Видите, рельсы будут со скидкой, если мы оформим подписку. Более того, будет бесплатная доставка на сайте. Смотрите. Открытку-то мы забыли. Вот она, открытка-то, ребята. Смотрите. Так, надо вот так сделать. Ну, открытка, как вы видите, немножко с такой сепией. С эффектом старины. И вот то же самое. И поскольку она меньшего формата, тепловоз кажется, видите, более четким. О, смотрите, я только заметил. Тут, оказывается, еще верблюды идут. Это, наверное, какой-нибудь ашхабат и что-то в таком духе. Вот они, видите, верблюды. Спасибо огромное за такой прекрасный журнал. Нам не терпится перейти к осмотру самого тепловоза. Ну, ребята, вот он, легендарный Т1. Модели двойне классные, потому что их практически никто не производил из моделистов. Первое впечатление – модель очень тяжелая. У нее, видимо, массивная рама, которая придает ей такой вес. И второе впечатление – множество мелких деталей, которые выполнены очень мастерски. Вот, в частности, тифоны, поручни. Ну, ходовка тут, конечно, вообще вне всяких похвал. Плюс вот полно всевозможной арматуры, видите, на переходных площадках. Начнем с капотов. Холодильники, люки для обслуживания дизеля, выпускная труба с коллектором. Наш герой оснащался шестицилиндровым четырехтактным дизелем Т50 на 1000 коней, который, впрочем, был не так хорош, как хотелось бы. В частности, повара отмечали повышенный аппетит дизеля при потреблении масла. Отдельные детали, смотрите, причем даже окрашены серебристой краской в этот раз впервые. Выполнены два тифона. Вот такая прикольная имитация боковых дверей с решеточками, петлями, ручками. Холодильники с обоих сторон. Сзади вот еще дополнительно две двери. Мы так понимаем, что здесь также располагалась аккумуляторная батарея. И торцы. Вот передний торец. Здесь заодно с козом отлиты такие поручни для того, чтобы забираться на крышу. Прожектор. Вот имитация петли и четыре болта, которые крепили крышку прожектора. Там есть глубина, есть отражатели и даже имитация лампочки. Буферные фонари. Они отдельно деталью с имитацией лампочек. И вот стойка, на которую крепена розетка межтепловозного соединения. Давайте посмотрим, как вот сзади. Тяжелый какой тепловозик. А сзади, как мы уже говорили, расположен еще и штурвал ручного тормоза. Не жалели тогда металл, и штурвал просто огромный. И он также, видите, выполнен отдельной деталью. Поручни, обратил внимание, двухцветные. Во-первых, имеются вот такие черные вертикальные стойки, выкрашенные в черный цвет. И дальше идет серебристый горизонтальный поручни, который загибается и уходит вот под раму. С этой и с этой стороны. Причем здесь он, видите, еще и поднимается на крышу. Табличка, типа заводской таблички тепловоза. Вот это горловина топливного бака и топливомерное стекло вот сымитировано. А здесь, как мы понимаем, вот этот кожух для скоростемера. И вот скоростемер, вот он отсюда показан. Переходим к внутренностям кабины. Что там? О, классно! Там виден контроллер машиниста. Вот такая боковая стойка, на которой как бы панель приборов и контроллер машиниста. Вон в этом углу, похоже, скоростемер стоит. Вот, наверное, вам немножко видно. Ага, вот типа там, вроде сидушка у машиниста сымитирована. Имитация интерьера кабины присутствует. Теперь путь очистителей. Чисто паровозная тематика. Смотрите, три крана. Наверное, тормозная, питательная, импульсная магистрали. И вот расцепной рычаг. Автосцепки Омадемео, как всегда, великолепные. Интересно, двигаются они здесь или нет? О, двигаются, смотрите наверх. Автосцепки подвижные. Полная имитация. Большой зуб, малый зуб. Автосцепки классные, конечно. Прототипы D1 имели в своей конструкции совершенно лютую фичу. Возможность обрабатывать состав, который стоит на соседнем параллельном пути. Если мы правильно поняли, сбоку к раме героя крепилась некая Рагулина, которая могла цеплять вагоны на соседнем пути и двигать их параллельно движению самого тепловоза. Но вроде как на Т1 такое сверхэксцентричное техническое решение не применялось. Так же, как и на предыдущей модели, колесные пары этого тепловоза, видите, выполнены с двойным окрашиванием. Колесные центры черные, а сами бандажи серебристые. Колесные пары вращаются. Даже тип имеется отверстие, чтобы ее можно было кантовать. Бандажные колеса Т1 имели болезнь – проворот бандажа. Это происходило довольно часто, обычно при длительной езде на тормозах. Поэтому машики старались поменьше трогать вспомогательный тормоз и юзали кран машиниста. И боковины тележек очень детально проработаны. По два тормозных цилиндра с таким балансиром. Тут, видите, все элементы крепления показаны. Отсюда идут всевозможные тяги тормозной рычажной передачи. Надо же, даже внутри сымитированы листовые рессоры, вон там в глубине. Получается, тележка, она как бы многослойная. По явлением Т1 обязан подсдамской конференции, куда в 1945 году на поезд ехал Сталин. На одной из станций паровоз СО заменили тепловозом ДА-2027, что не осталось незамеченным главным. На стоянке он подошел к тепловозу, побеседовал с Машиком, порадовался и распорядился начать серийное производство своих машин, но по типу ДА. Так и появился Т1. Очень интересный топливный бак на этих тепловозах. И сбоку от него два главных резервуара с такими трубопроводами воздушными. А вот топливопровод. И снизу вот он, видимо, закрывался таким кожухом. Тележки также разборные, наверное, их очень легко разобрать. А приемных катушек нет. Наверное, в то время тепловозы еще могли не оборудоваться АЛСН, и поэтому катушки здесь еще не предусмотрены. Т1 своеобразная машина. Человек далекий, увидев капотную компоновку, скажет, что аппарат маневровый. Но это не так. Пациент магистральный, таскавший все виды поездов, прежде всего по Ашхабадской дороге. Впрочем, и на маневрах машина поработала. При изучении американской машины фермерам пришлось изрядно попотеть, переводя дюймы в миллиметры. Были и курьезы. Например, первые тепловозы оснастили вот такими элементами, скопировав их с американского прототипа. Заводчан потом спрашивали, дескать, вы что, сами хотите экспортировать самовары морем? Нет. Так а зачем уши-то поставили на раму? Это же для цыплялок при загрузке портовыми кронами тепловозов на пароход. А вот так машина выглядит на Магимеевских рельсах, в лучах заходящего солнца. Ну-ка она будет ездить у нас. Вот так мы поставим. Она даже скользит великолепно. Эх, вот еще одна машина вышла в свет. Настоящая ретро. Модель, на наш взгляд, получилась очень солидной. Гораздо солиднее, чем обычная журналка. Проработка деталей и общий вид локомотива – полноценный ходовой экспонат. Только что не обмоторен. Напишите ваше мнение по Тэшке. Понравилась ли она вам? И еще. Нужно ли было выпускать именно эту серию? Или все же что-нибудь более массовое? Спасибо Магимео, что радует нас прекрасными историческими моделями по привлекательной цене. Спасибо зрителям, что досмотрели ролик. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Все ссылочки будут в описании. Всем удачи и до новых видео!